Дорогая церковь, я хочу сказать свидетельство, в принципе, не свое, а меня попросила Софийка. Вы Софийку все помните, она в Гермонте, она выходит к нам на нашу школу познания истины, и она является моей помощником всегда. Вот она попросила это свидетельство рассказать, почему, потому что вы помните, она проходила через очень серьезные испытания в своей жизни в отношении болезней. И в этот раз она говорит, я просто хочу поделиться, как необыкновенно и потрясающе Бог учит меня многому в этой жизни. Потому что, она говорит, я раньше, ну как-то серьезно, не очень серьезно относилась к этому, а сейчас просто на каждом шагу, через то, через то я прохожу, как если бы это было раньше, я бы обижалась, я бы злилась, я бы сетовала на эти все ситуации, через которые я прохожу. Но сейчас, как я понимаю, что это Бог меня специально проводит для того, чтобы укрепить меня. Несмотря на все эти, что я прохожу через испытания и болезни, он мне показывает, насколько он сильный и насколько он хочет поменять ее, как личность. Поменять ее отношения, поменять ее поведение. И она рассказывала такую вот ситуацию, что у нее очень как бы длинные голосы, они до колен. И ей каждый вечер она их расчесывает и ложится спать. Но после вот этих всех болезней, которые она проходила, они у нее стали очень сильно вылазить. И вот она говорит, чтобы как-то, может быть, сохранить их, я решила просто на ночь заплетать косу. И так мне было удобнее. И потом, говорит, я решила, думаю, не буду я каждый раз это вот расплетать, расчесывать. Целый день она была на работе, потом она в бассейн ходит для того, чтобы восстановить свою дыхательную систему. Делает упражнения. Вечером, говорит, я пришла уже такая уставшая и тоже легла спать, не расчесавший голос. На следующий день, когда она хотела расчесать, она не могла. Потому что там все сбилось в ком. Она говорит, я всю ночь проплакала, я пробовала расчесать, но у меня ничего не получилось. Я начала, говорит, звонить по парикмахерски, просить, может быть, кто-то поможет мне расчесать и скажет, что делать. Я говорю, я всех обзвонила. И ни один у меня не принял. Никто. И она говорит, я просто встала и говорю, господи, ну помоги мне как-то, что мне сделать. И позвонила знакомая ее, девочка знакомая. Она ей сказала за эту ситуацию. Она говорит, я сейчас дам маму трубку. А эта женщина была девочая. И она ей объяснила всю ситуацию. Она говорит, приезжай ко мне. Она приехала к ней. У нее есть, оказывается, специальные расчески, которыми нужно расчесывать такой длинный голос. И говорит, и вы представляете, мы, говорит, час с ней молились. И час она вычесывала этот голос. Говорит, мы все вычесали и расчесали. И говорит, за это время мне столько Бог проговорил в мою жизнь, что, говорит, я поняла, что нужна была сейчас вот эта мне часовая молитва для того, чтобы меня поддержать, меня укрепить. И говорит, и все вот так, говорит, вот как рукой снял. Мало того, она говорит, эту расческу я купить себе не могла, потому что она стоит 50 долларов. И говорит, я потом еду от нее, смотрю фримаркет. Я, говорит, заезжаю туда, она всегда любит ездить на фримаркеты, потому что там интересные какие-то вещи. Она сама художник, поэтому она находит какие-то очень интересные для себя вещи. Она говорит, я все посмотрела. И потом выхожу, говорит, смотрю коробку, я обратила на нее внимание. Она совсем заклеенная. Говорит, а это там две вот этих расчески написано. И говорит, я спрашиваю, сколько стоит женщина. Говорит, ну дай три доллара. Вы представляете, какой наш Бог. Он все приготовляет. Поэтому она говорит, вы себе не представляете, какие у меня бывают ситуации. Иногда, говорит, даже моя племянница мне сказала, почему всегда что-то вы хотите, и оно происходит. Она говорит, почему? Вот заходим в магазин, она что-то спрашивает, как племянница. А ей говорит, нету этого. Тут подходит Софийка и начинает спрашивать. А ей говорит, да, мы сейчас посмотрим, наверное, есть. Вы понимаете, то есть разные совсем подходы и отношения. Насколько Бог нас поднимает, учит. Иногда мы проходим через какие-то ситуации, никогда не отчаивайтесь. Просто так, никогда ничего не бывает. Потому что через вот такие вещи Господь нас учит, Он нас поднимает, Он нас укрепляет. Поэтому давайте будем больше доверять Богу, а не своим эмоциям, не своим проблемам, не своим ситуациям. Все будем отдавать Ему, а Он всегда решит наши проблемы, если мы будем с Ним в контакте. Аллилуйя нашему Богу. Аминь.